Здравствуйте! Вот наш Рамазан, дядя Рамазан и тётя Наржамалова супруга. Сейчас они расскажут, как начали принимать эти бальзамы, по какой схеме. И вот мы сегодня ещё ходили в больницу, в областную больницу, а, в районную больницу. И там эти доктора, онколог и отоларинголог сделали тоже свои выводы. И давайте, тётя Наржамалова, давайте расскажите, как вы начали всё это. Здравствуйте, дорогие партнеры. Вот мы хотим поделиться своим результатом. Ну, я уже отправляла несколько раз в чат голосовую, как мы лечились. Вот, 16 октября он начал принимать бальзамы. Он болел сильно, у него был рак гортания третьей степени, болел уже. Он даже ничего не кушал уже, и даже уже воду не мог пить. Но, когда наши спонсоры приехали, вот, кайкули-динары, привезли эти бальзамы, сразу через два часа, как он принял, у него началось обильное отхождение, вот это, мокроты у него отходили, всё это. Ну, и два-две дня он начал уже водичку пить и немножко кушать, там, пожизненькое, конечно. Потом, через 8 дней он поехал в больницу, ему должны были делать операцию, рак гортания. Ну, он поехал туда, операцию отменили. Сказали, что лечение идёт хорошо, вам операция не нужна. Вот. Ну, через 3 месяца сказали приехать, но мы поехали уже через 4 месяца, пьёнули морозы были. И, в общем, там ему делали все органы проведения, начиная от уха, бурла, нос, окончая вот это вот всё, почками закончились. Ну, у него все органы здоровые, все органы здоровые. Документально всё подтверждено, да? Документально всё подтверждено. Мы приехали, сразу вот отправили документы в Астану, и вы видели, наверное, в чате кто-то видел, но это может кто-то видел, кто-то не видел. Ну, в общем, что я хотела сказать. Ну, как он принимал, он принимал её 3 раза в день. Сначала он принял 4 бальзама, принял, потом он начал опять бальзамы и уже павел их принимать. Второй месяц тоже. Ну, и ещё в течение месяца он начал кушать, уже всё кушал уже. Потом этот... Вес. На весе прибавил, да? А, на весе прибавил, конечно, да. У него уже все вещи уже висели. Спасибо.